Вот смотрите, не всеми можно радоваться, что есть. У нас есть тяжелая судьба. Я просто запомните правила, это очень важное правило. Если вы тяжелую судьбу не смогли принять, вы ее никогда не победите. Сначала идет принятие, понимаете? Перед победой сначала идет принятие. Это очень и очень важный принцип, запомните его. Сначала примите все, а потом сможете победить. Принятие означает, что вы терпите спокойно, более-менее спокойно. Невозможно полностью принять то, что разрушает его жизнь. Но вы более-менее спокойно к этому относитесь, не раздражаясь, не выходите от равновесия. И по-доброму, вот доброта уже начинает побеждать. Если вы по-доброму к пьянице относитесь, если вы, допустим, рядом с пьяницей живете, он уже начинает меняться. А если вы по слову к нему относитесь, вы меняетесь от его к Иисусу. Но всегда запомните, когда есть невежество, надо от него держаться подальше. Когда есть дебошь, когда есть пьянство, дистанцируйтесь на такое расстояние, которое вы можете выдержать, если слишком близко вы сгорите от этого зла. Если нет возможности дистанции держать. Значит, когда молитесь, живите как можете. У меня в детстве была такая ситуация, что я жил в такой среде агрессивной очень. У меня не было возможности куда деться, но я научился внутри себя поддерживать нормальное состояние. Учитесь, молитесь, завершайте, и вы победите это. Это все Бог дает для силы, для того, чтобы потом людям помогали, а другим. Огромные такие вот нагрузки на психическую агрессию, когда... Это значит, что Бог вас готовит к тому, чтобы у вас было много сил внутри. Прощайте тем, кто неправильно живет. Поймите, что это они делают от того, что они глубоко очень в сердце страдают. То есть все эти люди, которые красиво живут, они страдаются, они не наслаждаются нас над ним. Спасибо. Спасибо.